Уголовное наказание за сбор грибов. Восток. Как много мы о нем знаем. Что случится с планетой, если разрушится озоновый слой? Последние дни молодежного фестиваля. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Кристина Отекина. 12 октября в Малом зале культурно-спортивного комплекса Казанского Федерального университета УНИК состоялся прямой эфир проекта «Знания государства. Российского общества. Знания». Тема трансляции «Герои среди нас. Патриотизм через призму личных историй». Почетными гостями стали Владимир Легошин, спасатель, герой России, возглавляющий спасательные операции в зонах военных конфликтов. В Таджикистане, Абхазии, Боснии и Грицаковине, Танзании, Уганде, Руанде и Бурунде. Спасавший людей из-под завалов домов, взорванных террористами в Москве, Дагестане, Вологодонске и из дома в Иркутске, разрушенного в результате падения самолета. Идамир Юсупов, пилот гражданской авиации, командир воздушного судна «Эйрбаз А321» авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего успешную аварийную посадку на кукурузном поле. Герои России поделились историями своих подвигов, любопытными фактами жизни и обсудили, какую роль играет патриотизм в современной России. Я с большим удовольствием участвую на этих мероприятиях, потому что, как правило, здесь участвует молодежь, очень виден их большой интерес к спикерам. Я всегда делаю акцент на патриотизме, на любви к родине, также рассказываю об авиации. И мне всегда приятно услышать вопросы, выстроить живое общение. С 12 октября 2023 года за незаконные добычу, сбор, приобретение, хранение, продажу краснокнижных растений и грибов вводится уголовная ответственность. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. О том, что собой представляет новый закон и как вести себя заядным гривнякам, расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. В апреле 2023 года депутаты Государственной Думы Российской Федерации приняли законопроект, который вводит уголовную ответственность за уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу России. В Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации разработали постановление, в котором конкретизировано за ущерб каких ценных видов растений и грибов будет грозить наказание. Документ подписан председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Существует несколько причин, по которым растения попадают в Красную книгу и имеют статус редкого. Ну, во-первых, конечно же, это антропогенное воздействие, но с другой стороны, например, многие растения имеют узкую экологическую приуроченность, и, например, вот болотные растения. У нас на территории Татарстана болот очень мало, примерно 0,3% заболоченной территории. Ну и, соответственно, те растения, жизнь которых связана с болотами, они тоже попадают в ранг редких растений. По наблюдению ученых, численные женщины настоящего падают из-за низкой семенной продуктивности и нелегального сбора. По тем же причинам быстро истощаются ресурсы радиолы розовой, которая является лекарственным растением. За последние 20 лет резко сократилась численность и площадь произрастания гриба рядовки Мацутаке. Специалисты делают выводы, что причиной этому бесконтрольный массовый сбор и вывоз редкого гриба за рубеж. Практика показала, что только административные штрафы за уничтожение краснокнижных растений и грибов нарушителей не останавливают. Поэтому было решено ввести уголовное наказание. В Красную книгу попадают растения, которые имеют малое распространение на территории Татарстана и их популяции низкой численности. За незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, продажу краснокнижных растений и грибов нарушителю грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ или лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. За незаконное приобретение или продажу принудительной работы до 5 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Наказание многократно ужесточается, если нарушение было допущено лицом с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с публичной демонстрацией в интернете. Если есть информация о планах и намерениях вывести краснокнижников через границу, то эти нарушения пресекает федеральная таможенная служба. В Александровском зале Института международных отношений Казанского федерального университета прошло торжественное открытие третьей конференции «Ковалевские чтения» первого этапа симпозиума «Мировое Россиеведение». С докладами выступили востоковеды и монголоведы из Казани, Санкт-Петербурга, Москвы и Улан-Удэ. С 11 по 13 октября в Институте международных отношений проходят третье «Ковалевские чтения». 12 числа состоялось торжественное открытие с участием выдающихся ученых в своей области из разных регионов Российской Федерации. На конференции востоковеды представили доклады самой разной направленности, тесно связанные с изучением отношений России и восточных стран и регионов. Коллеги поделились своими исследовательскими практиками для налаживания связей и взаимодействия с учеными из других стран. Казанский федеральный университет является одним из основателей российского востоковедения. Именно многих выдающихся российских ученых рассматриваются как важная часть мирового востоковедения. Цель, главная, пожалуй, данного мероприятия – это поддержать связанность традиции, то есть показать, что отечественному, да и зарубежному монголоведению уже почти две сотни лет оно является полноправной большой академической научной дисциплиной. Осип Ковалевский – российский и пульский востоковед. Один из основоположников научного монголоведения и буддологии в России и Европе, а в 1855 году ректор Казанского университета. Именно в его честь названы Ковалевские чтения. Сегодня Казанский федеральный университет уделяет особое внимание изучению культуры и истории Китая, Монголии и восточных регионов нашей страны. Я думаю, события очень важны не только для Казанского федерального университета, для многих монголоведческих центров, в том числе и Европы, особенно, конечно, Польши, поскольку Юзеф Ковалевский, профессор Осип Михайлович Ковалевский – один из величайших ученых, востоковедов, монголоведов, буддологов, который заложил традиции востоковедческих исследований в Казанском императорском университете. То есть волей судеб он в 1824 году оказался здесь, на то были некие политические причины, ну и, конечно, на протяжении с 1824 по 1860 год он вошел в золотую такую летопись истории Казанского федерального университета. Во-первых, скажем, он… На конференции были представлены доклады различных направлений – от зарождения востоковедения до современных методов изучения монгольской и тюркской культуры и традиций. Коллеги из разных регионов страны обменялись ценным опытом и наметили дальнейшие пути работы для более глубокого изучения Востока. Профессор кафедры китаеведения и азиатско-тихоокеанских исследований КФО Рамиль Валеев рассказал про становление российской историографии. Дарима Дашибалова – научный сотрудник Центра восточных рукописей кастилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН представила доклад, посвященный монгольскому корнеслову Ковалевскому «История рукописи, структуре словаря и его значению». Значимость, конечно, наверное, действительно велика, потому что я так поняла, что посвящается 190-летию кафедре монгольской словесности при Казанском университете. И, конечно, для нас, монголоведов, это событие действительно имеет большое значение. Востоковедение в КФО всегда оставалось перспективным направлением. Сотрудничество с азиатскими партнерами позволяет достигать поистине впечатляющих результатов. Организаторами конференции выступили Институт международных отношений Казанского федерального университета, Институт восточных рукописей Российской академии наук, Бурятский государственный университет имени Доржи Бонзарова, Институт буддологии, монголоведения и тибетологии Сибирского отделения РАН и Кабинет министров Республики Татарстан. Площадь дыры над Антарктидой бьет все рекорды. В 2023 году ее объем увеличился до 26 миллионов квадратных километров. Это примерно в три раза больше, чем размер Бразилии. Из-за этого ультрафиолетовое излучение стало чаще проникать в атмосферу. Чем это грозит для планеты, расскажем в следующем сюжете. Спутник Копернику Сентинел-5Пи зафиксировал увеличение дыры в озоновом слое, когда пролетал над Антарктидой. К концу сентября ее площадь составила 26 миллионов квадратных километров. Для сравнения, в 2018 году ее размер составил около 23 миллионов квадратных километров. Метеорологи связывают такие сильные изменения с выбросами хлорфтороуглеродов. При их попадании в атмосферу они расщепляются на хлор, который в свою очередь пагубно влияет на озоновый слой Земли. В 1985 году ученые зафиксировали истощение всего лишь в тысячу километров. За 35 лет площадь бреши увеличилась в разы. Также подобные явления возникают не только в Антарктиде, но и в других местах. К примеру, были известны случаи, что такие бреши в озоновом слое появлялись и в Сибири, и на севере Канады. Этот слой, вот я говорил, он обеспечивает жизнь на Земле, потому что он поглощает губительную ультрафиолетовую радиацию. И здесь есть одна особенность. В последние годы обнаружено, что все-таки озона становится в стратосфере меньше. Возникать стали так называемые озоновые дыры. Что это означает? Это означает, что концентрация озона уменьшается до 40 примерно процентов. То есть очень существенные изменения озона. И это, главный образом, происходит в Антарктиде. Во время зимы Антарктида становится изолированной в циркуляционном плане от остальной атмосферы. То есть вокруг нее возникает циркумполярный вихрь, который не пропускает другие воздушные массы с более низких широт. К чему это приводит? Это приводит к тому, что вот этот озон, который там находится, он начинает химией, постоянно работает химические реакции в атмосфере. Он начинает погибать, этот озон, исчезать. И там тем более образуются так называемые серебристые облака. Это облака водяной пары, другие примеси наверху, так сказать, на больших высотах. И вот этот процесс в отдельные годы может приводить действительно, по сути дела, к страфическим, так сказать, событиям. Озоновый слой Земли образовался миллиарды лет. Это был очень долгий период эволюции, когда благодаря фотосинтезу первых растений начал появляться кислород. Он под воздействием ультрафиолетового излучения преобразовался в покров толщиной в 2 сантиметра. Вся проблема в том, что слой нестабилен. Его разрушают вулканические выбросы парниковой газы, а также выбросы хлоро-фтороуглеродных соединений. Восстанавливается озоновый покров медленно и только летом, поскольку для его образования требуется озон и ультрафиолет. Озоновый слой находится в стратосфере на высоте в 15-30 километров и поглощает часть наиболее опасного и жесткого излучения, смертельного для людей, животных и растений. Озоновый слой, эволюция, это очень долго он создавался в природе. А если его убрать, то вот солнечная радиация, она включает в себя три таких больших спектральных участка. То, что мы сами на себе ощущаем, это так называемый видимый участок. Здесь он только полезен для нас. Есть инфракрасный участок, там длинноволновое излучение. Но жесткое так называемое кратковолновое излучение, ультрафиолетовое, оно только губительно для человека, для растений, для всего. Опираясь на Монреальский протокол, который был подписан в 1987 году, метеорологи утверждают, что озоновый слой должен восстановиться к 2050 году. Но из-за колоссальных выбросов веществ в атмосферу трудно спрогнозировать, когда дыра полностью исчезнет. Поддержание озонного слоя – первостепенная задача. Если допустить его разрушение, то это повлечет за собой необратимые последствия для жизни не только людей, но и всей планеты. Николай Асаховский, Фарид Захитагуй, Универньюз. День первокурсника близится к своему логическому завершению. 11 октября свои таланты продемонстрировали студенты двух институтов – Института физики и Института вычислительной математики и информационных технологий. Что стало лейтмотивом в программе каждого из них, смотрите сами. Студенты Института физики затронули тему искусства и того, как много места оно занимает в сердце человека. Декорации представляли собой картинную галерею с работами множества известных авторов. Среди них, например, знаменитый поцелуй Густава Климта. По сюжету главный герой проходит внутреннюю трансформацию и понимает всю важность творчества в своей жизни. В этом ему помогает девушка. Она знакомит его со всеми моментами, которые проживают люди в процессе созидания. Особую атмосферу добавил световой театр. А мультимедийные постановки смогли погрузить зрителя в мир искусства и пронзить чувством прекрасного. Институт вычислительной математики и информационных технологий представил комичную ситуацию. Все представление зрители наблюдали за расследованием и сложным жизненным переосмыслением главных героев в связи со сменой деятельности. Так сыщик задумался о своем дедуктивном отношении к жизни и понял, что в некоторых моментах необходимо добавить немного абстракции. А актер все-таки смог отыскать причину пропажи обуви. И после стал рациональнее подходить к жизненным обстоятельствам. Танцевальный коллектив Кулек отразил театральную жизнь в своей хореографии. А вокально-инструментальный ансамбль «У меня есть план» исполнил песню «Are you mine», которая добавила авантюрной и детективной атмосферы в представление. Напомним, что фестиваль продлится до 13 октября. Каждый день в Большом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс». Для тех, кто не смог посетить концертные программы вживую, специально ведется трансляция в нашей группе ВКонтакте «Универтв». 12 октября свои номера представит Инженерный институт и Институт филологии и межкультурной коммуникации. Начало традиционно в 17.30. Валерия Карташова, Кристина Отекина, Универньюз. На этом все. В студии была Кристина Отекина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok